Дорогие друзья, всем привет! У нас сегодня на обслуживании Hyundai Palisade 2020 года. Автомобиль прибыл только что из Кореи, клиент его решил сразу же обслужить. Сегодня поменяем масло в АКПП, поменяем масло в дифференциалах. И также есть задача поменять масло в задней муфте. Муфте, которые к подключению полного привода. В общем, какие-то обзоры. Соответственно, я так понимаю, на YouTube их целая куча. А у нас сегодня, как обычно, все про ремонт. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас что-то обратили внимание тоже. Корейцы только не все умеют делать шиномонтаж правильно, да? Здесь так же, да? Да. Молодцы! А у нас это outside. Кстати, а что по задним колесам? Саня, здесь outside. И здесь outside. Получается, передние колеса неправильно собраны. Так, немножко обзора снизу будет. Ну, в принципе, снизу все как у всех. Но особо ничего. Тут вот небольшие какие-то маленькие запотевания есть. Слегка вообще. Но это, в принципе, ни о чем. Сейчас это все замоем и возьмем на контроль. Дальше, что у нас выглядит? Все вот в таком состоянии. Также хочу отметить, есть вот такой вот тюнинг на стойках стабилизатора. Что это такое и для чего? Вижу в первый раз. Что-то корейское, либо, не знаю, по задним. Вот по задним здесь тоже, кстати, есть такая штука. Там еще и на стойке есть. Да. Вот. Задние тоже вот имеют вот такие вот чехольчики какие-то. АРТ. Ну, не знаю. Функционал непонятен вообще. Снизу у нас здесь бачок для мочевины. Так как у нас дизель. Выглядит вот так, как все новое практически. Глушитель весь свеженький. Это у нас сзади дифференциал. Муфта. Подключение у полного привода. Ну, в общем, что сказать. Снизу новый автомобиль. Абсолютно. Как один подписчик написал. В перчатках работать такое себе. А это пишут те, у кого нет денег на перчатки. Слушай, ну такое. Как раз, да, мне кажется, масло прям когда нужно поменять. Че, обжегся? Да. Сколько там стружки есть? Слушай, ну так, более-менее. Более-менее хватает. Более-менее хватает, да. Ну, это не страшно на самом деле. Дели это обычно вообще. Так, масло в переднем дифференциале. Открутили сразу же заливную для того, чтобы лучше сливалось все. Работаю без перчаток. Да прекрати-ка. Сейчас, на-а-а-а, опять обшпарился просто. Ну да. Ну здесь и так. Ну да. Ну здесь объем маленький. Ну слушай, масло такое темненькое. Так, масло с движка. Вряд ли он еще нас увидит когда-нибудь. Он же большие видео не смотрит наше. А может и смотрит, да. Ну, в принципе, нормальное масло. С дизельного движка как раз-таки. А мы тем временем переместились в заднюю часть автомобиля. Саня, руки не сломай себе, пожалуйста. Ты нам еще нужен целый. Сейчас подписчики напишут. Ну кто же трещоткой откручивает? Ага, надо чем? Ой. Бородком. Я запикаю, не ссы. Бородком надо? Не? Или гайковертом? Почему его нет? Ну мне кажется, кстати, в заднем дифференциале сейчас маслечко-то будет такое прям. Жирно-темненькое прям, не? А, смотри, оно вообще с водой что ли, да? Володно. А? Да не, не с водой. Не с водой? А то что-то цвет какой-то странный, если честно. А тут вообще халдекс, нет? Ну что-то подобие халдекса какое-то. Да, 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 сливаем, сливаем. Сто процентов сливаем. Да откуда я знаю, Саша? У меня информация ровно столько же, сколько у тебя. Наверное, так же все, я не знаю. А посольем, а потом... Ну давай компуктер подключим? Поглядим. А? Ну да. Все отлично. Не, я уверен, там скорее всего силовая передача задняя есть в этих... Кстати, я бы на самом деле был бы, если бы мой автомобиль, я бы сразу вот эти развальные болты достал, почистил, помазал бы. Да, привода, естественно, я сразу достал бы тоже. Шлицевые соединения, которые в ступицу заходят вот здесь. И, соответственно, вот эти места все обработал бы тоже. Потому что закисает в нашем регионе это все жестко, очень. Дамой массу заливать. В подрамнике прям даже не специальное отверстие, да? Которое закрывается заглушкой. Кстати, узнали, что это за коробочки. Зашли на корейский сайт, почитали. Короче, это какие-то виброгасители, которые... Шумоуловители, виброгасители. Короче, вещь типа прям вообще тюнинг, шмунинг. Вообще крутая вещь. Единственное, только за замену стоек стабилизатора уже нужно брать не один норма часа, а я так понимаю, два. Да? Потому что перекручивать и это все. Такая себе тема. Открутили заливную с Халдекса. А маслишко-то прям чернющее такое. Прям под изношенную. Мне кажется, слушай, вот в этой вот на самом деле штуке масло надо менять вообще там раз там а-ля тысяч в 30, дай. Просто учитывая, что здесь 67. И как бы вот уже такая вот черная штука стекает. Да это картина маслом, да, просит? Думаешь, обгоносы? А? Думаешь, обгоносы? Не знаю. Слышь, слышь, слышь. Стой, стой, стой. Стой, смотри. Саш, подвинься, пожалуйста. Смотри. 1-1-1-11. 2-2-2-2. 11. Да? А там что, сверху направляющие? А что-то сетки, да, стоят так же? Нет. Магниты просто какие-то? Магниты просто какие-то, ясно? Серьезно, вообще нет ничего. Ну да, какая-то такая штука. А может, разобрать ее? Я не знаю. Да шучу я. Сетка там, он. Сетка, вам сказать, твою ху сетку. Духу. Давай, перельем. Сейчас будет понимание сразу же. Ну, короче, вот такое количество. Так, стаканчик 200 граммовый, да? Ну, какие 250? На стакане написано, читай. А, да, 250. А, точно, вот, 0,25. Ну, грамм 200, да, получается, масло есть. Но учитывая, что там еще что-нибудь осталось, ну, где-то 230-250 максимум. Да, я думаю, что его лучше менять здесь все-таки где-то раз тысяч в 30. Точно прям в 30, а то и даже может быть еще почаще. В общем, заливное отверстие у нас где-то вон там. Ну, короче, где-то там. Да не будем никому ничего показывать. Пускай сам я ищу. Да, те, кто хотят поменять, они обычно должны обращаться в специализированные автосервисы. Масло для данного типа коробки мы используем Mobil ATF Multi. Масло, кстати, зарекомендовало себе очень хорошо. Но есть один минус. Его сейчас практически не достать. Потому что санкции возить данные масла в Россию на данный момент запрещают. Но у нас были небольшие запасы. Вот используем для вот таких замечательных автомобилей. Так, масло залили пятерочку сюда. Вообще сюда заходят это 4,5, примерно там 4,5-4,6 на замену масла. Вот. Но мы залили 5, чтобы сейчас как раз там прогонялось это все. И лишнее масло потом через контрольное отверстие уже будем сливать. Что касается тюнинга. У нас еще установлена вот такая вот спортивная распорка. Ну, выглядит, кстати, стильно, я могу сказать. Есть вот такой, я не знаю, что это такое. Бустер. Ковермон. Бустер. Слушай, я думаю, это какой-то стабилизатор, наверное, напряжение, скорее всего. Да, кстати, обязательно учитывайте, если вдруг кто-то захочет себе перезаправлять кондиционер на подобных автомобилях, то, что фреон они используют другой. В принципе, сюда можно закачивать 134-й без проблем. Масло вот это вот, то, что ПАГ. В принципе, у нас такое же с 134-й используется. И немножко будут отличаться, соответственно, сами штуцера заправки. То есть, это нужно брать вот штуцера под 123-й как раз-таки. И через переходники уже, так сказать, заправлять сюда 134-й. Ну, то есть, в принципе, холодить, я думаю, что будет так же. Потому что опыт уже есть. Фреон уже меняли на подобных автомобилях тоже. Как бы люди сказали, что, в принципе, работает все хорошо. То есть, без проблем. В общем, кому интересно, если заливная пробка находится вот здесь. Саня, тыкни на нее пальцем, пожалуйста. Вот там, да. Вот там. Вот. Убирай руку. Корейский шиномонтаж. Вот здесь, короче, висел грузик вот этот. Потом с внешней части диска у нас висит самоклейка. Ну, при этом с этой стороны также есть самоклейка. Больше нету самоклея или ничего? То есть, блин, балансировчики, конечно, от бога просто. Так, пока мы ждем фильтра, решили переставить резину сразу. Что-то датчики есть же, да? Тяжело есть. Корейский воздух выпустили в Россию. Кстати, по-моему, мы выяснили причину, почему перевернули резину эту. Потому что есть вот такая трещина, какая-то непонятная. То есть, она прям, прям вот. Как бы, по-хорошему, конечно, надо будет доехать и вот сюда латку поставить с обратной стороны и все. Ну, кстати, да, слушаю, восьмерочка. Хотя резина свежая. Хотя Мишлен и просит не дофига, да, кстати? Бля, доставь новый. Да прекрати ты материться, а? Ты сказал, вырежешь все, блядь. Вырежу я все, ага. Выключить проще уже. Не вырезать, а выключить уже проще. Так, теперь заправляем масло в Халдекс. Сколько тут шприцей? 150 сейчас. А, ну сейчас, значит, по-любому залезет сразу же в один раз. Вот заливное отверстие у нас вон там. Да ладно. Что, типа, уже потекло, что-то? Да, вот видите. Я же тебе сказал, что нужно будет этот, скорее всего, включать его. А, не, видишь еще? Оно проваливается. Нет. Функция называется управление лампой. Ну, на самом деле так и есть. Управление лампой. Почему не управление лампой, например? Так, ну вроде успешно. Пробуй еще. Еще, да, зашло, смотри. Что, предлагай еще раз активировать сразу. Еще раз попробую, да. Еще разочек. Сколько получается зашло? 200... Там где-то 20 где-то. 220-230 грамм, да, где-то примерно? А ваги обычно заходят где-то 750. 750-800 обычно. Ну, в принципе, слушай, процедура ничем не отличается, да? Так, а для того, чтобы поменять топливный фильтр, нужно снять вот этот вот пыльничек, приопустить его, открутить сливное отверстие. Все? Да, да. Все. Если что, кстати, этот автомобиль привез вон тот, вон мужик. Да, видите, контролирую процесс с этими ребятами, чтобы масло по уровню залили, фильтр поменяли. По уровню? А как тут уровень выставить? Пальцем. Пальцем? Напускаешь палец, скручиваешь пробку, перестает течь, все, уровень выставить. Молодец, смотри, шарит. Вообще, для тех людей, кто не шарит, там щуп есть. Знал об этом? Щуп где есть? Там. А что на нем написано? Что он для масла? Энджи. Ну, Энджи. Энджи. Не матюкайся, пожалуйста. Фильтр, кстати, чистый. Да, да. Не, 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 грязный. Ну, слушай, не убитый. Ну, не убитый, но грязный. Тысяч пять, он уже проехал, шесть. Нет, с другой стороны. Дуни поставь назад. А что, кстати, Орига нет, стоит? Да, конечно, Орига нет. Да почему? Ёл, фильтр? Что это такое? Подожди, думаю. Что, кореньте ставят Димитрию, что ли? Вот так вот. В 19-й год, ну, 9-й, 13-й. 13-го года фильтр стоит в машине 2021-го, да? Пока сижу, грею коробку, смотрю вообще, что тут есть. Слушайте, ну, такая, конечно, интересненькая автомобиль. То есть, есть даже проекция у нас получается. Вот сейчас настроюсь. Да, вот здесь получается проекция у нас. Электронный щиток полностью. То есть, тут можно менять режимы всякие. Я так понял, цвет здесь можно поменять тоже. Я так понял, это контроль, вот тут полос есть у нас тоже. Ну, то есть, тут примочек, тут целая куча. Люк довольно-таки большой. Сзади панорама у нас. Руль, единственное, конечно, да, хотелось бы, чтобы был какой-то другой. Ну, там, я имею в виду на ощупь. Ну, в целом, в целом, неплохо. Камеры, кстати, да, 360. Ну, я так понял, это вот вообще прям фарш самый, то, что есть. Так, масло у нас должно быть от 50 до 60. И выставляем уровень. Выставляем уровень. Сейчас, все, закручиваем. То есть, когда вот такой с тонкой струйкой пошло, вкручиваем пробку на место. Стаканка. И притягиваем ее, да. То есть, там просто пазы, получается, стоят и все. Салонный фильтр, молодцы. Далеко прятать не стали. Загрязненный, нет? Итак, дорогие друзья, сегодня у нас зло на обслуживании Hyundai Palisade 2020 года выпуска, привезенный из Кореи. Сегодня провели комплексное техническое обслуживание, поменяли масла где-где, где только можно, кроме антифриза и тормозухи, потому что они еще на данный момент в хорошем состоянии, так как пробег данного автомобиля всего лишь 67 тысяч, да, там вроде, 67 тысяч. В принципе, что рассказывать? Тачка удобная, тачка комфортная, в обслуге никаких проблем с ней мы не увидели вообще, в плане того, что все так же удобно, все так же доступно, хороший автомобиль за свои деньги. За сколько он его привез? 3,8 или 3,9. 3,9. Да, это же хотел сказать, это идея доступная. Сейчас пойду возьму, но с другой стороны, что взять? Нет, взять-то, конечно, за 4 уже выборные. Но вот именно такого класса. В общем, что хочу сказать. Данный автомобиль привез мой товарищ под клиента. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы по поставке данных автомобилей с Кореи, там, не знаю, может быть, вы хотите там правый руль с Японии, либо хотите нового китайца привезти, все это он вам может организовать. Если что, пишите мне, я вам дам его номер телефона, будете задавать ему вопросы. Что касается части по технической, чтобы обслужить свои любимые автомобили, можете обращаться к нам. Приезжайте, мы всегда вам рады помочь. Всем пока!